Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы на телеканале Думская ТВ. Мы начинаем работать в прямом эфире. Все самое главное в ближайшие в 3 часа прямого эфира вы услышите здесь. Поговорим о самых важных экономических событиях, которые прошлись за декущую неделю до сегодняшнего дня. Также обсудим с представителем Департамента транспорта Одесского городского совета судьбу дорог нашего города. Также поговорим, почему некоторые Одесские церкви Одесский городской совет финансирует, а некоторые избирательно не финансируют. Ну и поговорим, кто стоит за акциями протеста против банков, которые принадлежат не Украине. Для вас судей работает Елена Еремеева. И Никита Тарола, и для наших телезрителей хочу напомнить, что у нас работает онлайн-голосование. Сегодня оно звучит следующим образом. Должна ли власть поддерживать определенную церковь? Три варианта ответа обязательно нет, если церковь платит налоги. Оставляйте свои варианты и к концу вечера мы подведем итог. И прямо сейчас наша постоянная рубрика «Обзор экономических новостей» и постоянный эксперт Эдуард Караже. Экономист Эдуард, здравствуйте. Добрый вечер, Эдуард. Ну, экономический мир страны, Украины, шумит о ближайшем транше от Международного валютного фонда. Стоит ли его ожидать действительно в этом месяце? В конце марта обещают передать очередную долю кредита. Что произойдет? Сколько вы предвидите Украина получит? Ну и вообще ваши ожидания и мнения по этому поводу. Надо сказать, что очень высоковероятно, что кредит будет получен. Будет получен порядка одного миллиарда долларов. В принципе, все уже, скажем, нюансы, вопросы решены. Обе стороны согласны, меморандум подписан. То есть остаются чисто технические определенные процедуры, после которых Украина однозначно получит один миллиард долларов. Ну, на вопрос, что изменится, скажу очень просто. Ну, кроме того, что это будут просто деньги, ну, чтобы было понятно. У нас еще есть огромный список разного рода соглашений по пунктам, по реформам. В частности, очень важная, пенсионная реформа банковская и земельная. Да, совершенно верно. Но дело в том, что здесь ситуация немножко по-другому. Здесь не ставится условие, пока вы не выполните, мы денег вам не дадим. Но мы в любом случае должны какой-то результат продемонстрировать. Это не те деньги, которые нам дарят. Однозначно. Ну да, даже те позиции, которые вы назвали, что пенсионный фонд увеличения, там и рынок земли, написано, как бы Украина должна стремиться, Украина должна делать шаги, чтобы это совершить. Но нигде не стоит жесткая позиция, пока вы это не сделаете, мы денег вам не дадим. Поэтому это немножко как бы проще. Но самое главное, что от этого миллиарда произойдет, да, вот я немножко не успел договорить, абсолютно ничего. Почему? Потому что ровно один миллиард долларов Украина должна вернуть. Вроде бы возникает вопрос, зачем тогда такой кредит. Но здесь вопрос надо понимать, суть его в чем, что любое кредитное соглашение имеет сроки возврата, да. Если Украина вовремя не возвращает, это уже не очень приятно. Какие-то санкции? Ну, санкции, допустим, какая-то пеня однозначно могла бы быть, или нам нужно было ввести переговор о реструктуризации этого долга. В любом случае это как бы не красит Украину. Поэтому как бы мы деньги отдаем однозначно, этот кредитный договор, мы выполняем срок, мы выполняем те условия, которые там были прописаны, а берем новые деньги. Более того, надо сказать всем нашим слушателям, зрителям, что это те деньги, которые не идут напрямую в экономику. Это не те деньги, которые идут на какие-то инвестиционные проекты, на ремонт дорог. Эти деньги идут на укрепление финансовой системы Украины. То есть, скорее всего, они будут положены в золотоволюдный запас, скорее всего, на них будут поменены какие-то облигации, которые Украина раньше выдавала, причем выдавала их под очень высокие проценты. Мы помним, что Азаров и его товарищи сами выдавали кредиты Украине по 26% в евро годовых. То есть, таких процентов в мире нигде не существует. Поэтому, если мы сможем поменять вот эти 26% на 1-2 десятых процента годовых в долларах, экономика Украины уменьшит свои расходы на оплату этих кодитных ресурсов, которые мы берем. Конечно, сегодняшний запас золотовалютный 15,5 миллиардов долларов, который имеет такую, скажем, не быструю, но динамику роста. Худо-медренно деньги эти растут. То есть, достаточно серьезный запас, чтобы даже этот миллиард можно было погасить из своих резервов. Но в то время, когда такие деньги идут по такой низкий процент, их, конечно, нужно брать. Более того, нужно сказать, какая опасность для Украины. Вот эти все кредиты, которые выдает фонд международный, валютный, они чем хороши? МВФ – это коллективная организация. Туда входят 189 стран, и они коллегиально принимают решения. Надо сказать, что доля штата в этом фонде порядка 17%. Доля России – 2,7%. То есть, вроде как Россия немаленькая страна, и капитал, слава богу, ну, не слава богу, еще какой-то еще есть. Сейчас, по крайней мере. Да, да. В любом случае, даже она не имеет такого решающего голоса, чтобы Украине, допустим, кредит не выдавать. Даже если кто-то из членов МВФ проголосует не выдавать, то большинством голосов Украина этот кредит получает. И что очень важно, что нам не нужно закладывать какого-либо имущества. То есть, мы не теряем украинскую землю, мы не теряем украинскую недвижимость, мы ничего не теряем, если в критической ситуации. Возможно, эти кредиты действительно нужно вернуть, но пока что мы их берем, и такое ощущение, что мы, может быть, не совсем удачная формулировка, но сидим на какой-то долговой игле. Постоянно берем эти кредиты, они нас спасают, мы им очень рады. Таких кредитов не нужно бояться, таким кредитам нужно радоваться, потому что это очень низкий процент. Если мы знаем, что у нас сегодня банки кредитуют коммерсантов по 17-12% годовых в валюте, а некоторые кредиты на товарном потреблении достигают 50-60% для населения в гривне, то 1-2-3% годовых, то есть это очень выгодно. То есть имеет такой ресурс, можно его действительно вкладывать, то есть тогда экономики, средства, которые есть в бюджете, они немножко высвобождаются, их не нужно тратить на какие-то затыкания каких-то дыр, а можно вкладывать какую-то социальную сферу, тот же самый ремонт дорог, который даст, конечно, уже поступление в бюджет. Вы говорите, что для укрепления мы берем, для укрепления бюджета, укрепления валюты, укрепления валюты, ну так это же есть расход, а где же мы будем зарабатывать деньги для того, чтобы вернуть их, пусть и с небольшим процентом? Брать-то всегда легко, с самого сложного момента. Смотрите, сегодня любой бизнесмен вам скажет, что при рентабельности меньше чем 20% он за этот бизнес не возьмется. И вот представьте себе, что у вас есть деньги, за которые вы платите 2% в год, а вы на них зарабатываете 20%, только с одного оборота. А если вы успели эти деньги 2-3 раза прокрутить, у вас получается 60%, а вы будете только 2%. А это мы говорим, если мы будем деньги, которые мы получаем от МВФ, вкладывать в развитие бизнеса, а так вы говорите на укрепление валюты. Совершенно верно, мы эти деньги не трогаем, нас освобождаются ресурсы, которые у нас есть в бюджете, другие деньги освобождаются, мы ими можем оперировать. То есть однозначно деньги не пахнут, их тяжело понять, какие они, они приходят по безналичному расчету, это не виртуальные какие-то бумажки, которые мы получили по банкам в кассы развезли, этого не будет происходить. Для того, чтобы бизнесмен мог взять деньги в банки, должен быть небольшой процент. Совершенно верно. Почему? Потому что здесь связи очень отдаленная связь. Те деньги, которые нам дают межурные банки европейского развития, мировые банки, они идут под конкретные проекты. То есть идут конкретные проекты, строительство моста. Японцы нам дают конкретные деньги под Киевом станцию, модернизацию станки мусора, нечистот, переработки их. Какие-то есть проекты, энергопроекты, Чернобыльская саркофаг мы делаем, где-то солнечную электростанцию строим. И вот эти деньги идут на конкретные проекты. То есть они не поступают в банковскую систему для того, чтобы дальше кредитовали. А сегодня банковская система имеет достаточно много свободных денег. Мы видим, что снижаются значительно депозитные ставки и сегодня снижаются и кредитные ставки. Конечно, они далеки от реального, от того, чтобы, знаете, очень стояло бы за кредитом, все равно невысокие. Но тенденция идет к снижению. Очень бы хотелось, чтобы тенденция была более быстрая и все-таки были бы те времена, когда мы сможем брать кредиты, наш бизнес, 5-6%, ну хотя бы 10%. Эдуард, если все-таки по-простому, чтобы понимать, что это все-таки за соглашение, чего конкретно хочет от нас МВФ и что мы хотим от МВФ? Ну, понятное дело, деньги, но только ли вот этот финансовый эквивалент? Понимаете, МВФ, они не ставят какие-то условия Украине на колено. Вы выполняете наши условия, отдайте на кусочек территории или закройте какое-то производство, потому что наши компании, такие условия не ставятся. У МВФ одно желание, чтобы деньги, которые Украина получает, могла вернуть. А для того, чтобы Украина могла вернуть, значит, мы должны нашу экономику делать менее убыточной, делать ее доходной. Наши основные статьи расходов сегодня – это пенсионный фонд. Почему? Вот, балансированная пенсионная система. Это то, что, в общем-то, нужно и нам, и МВФ в час. Совершенно верно. У нас сегодня дефицит бюджетного фонда 150 миллиардов. И эти деньги перекрываются из бюджета. Если бы пенсионный фонд не был таким убыточным, не был дотационным, то есть 150 миллиардов мы могли бы вкладывать в экономику, вкладывать развитие, были бы наши деньги. Благодаря тому, что сегодня уже первый шаг был сделан, подняли минимальную заработную плату. То есть уже по расчетам 10 миллиардов этого дефицита Украины перекроют. Но 10 миллиардов 150 – это две большие разницы, как говорят в Одессе. Поэтому то, что, скажем, опять же, сокращение, увеличение пенсионного возраста, достижение пенсии, где-то это звучит, потому что другого источника перекрытия не видят. Но, на мой взгляд, если Украина сможет найти другой источник, показать, мы найдем эти деньги не за счет увеличения пенсионного возраста, а за счет других источников, МВФ с этим согласится. Потому что МВФ неважно, как мы достигнем и за счет чего задачу. Главное, чтобы мы были противороспособны, эти деньги были возвращены. Сколько времени нужно, чтобы этот баланс восстановился? Пенсионного фонда? Ну, знаете, если посчитать, что в этом году 10 миллиардов и 150 мы закрываем бюджеты, то получается 15 лет. Ну, это очень большой строк. Ну, так, если просто арифметически перенести. Но если темпы роста заработной платы будут расти, не только минимальную подняли до 3200, а начнется постепенное повышение других заработных плат, размеров, отчисления пенсионного фонда пойдут более быстрыми темпами, в больших размерах. Более того, часть экономики видят все-таки из тени. То есть мы будем иметь не 60%, а 50% теневой экономики, хотя бы 25-30%. То, я думаю, эти 15 лет могут быть значительно быстрее. То есть мы все-таки найдем пути снижения дефицита. И когда пенсионный фонд будет работать на государство. Может, посмотрим все мировую практику. Что такое пенсионный фонд? Это свободные деньги, которые частные пенсионные фонды покупают. Акции крупных корпораций мировых, делают, скажем так, депозитные ставки, зарабатывают на вкладах населения пенсионные фонды. Кроме того, что участник пенсионного фонда, гражданин, вкладывая деньги, получает по своим вкладам какие-то определенные проценты. Мы об этом только можем все-таки мечтать. А вот что касается еще банковской реформы, это тоже интересный очень вопрос, потому что 55% банков, ну или что-то вроде того, принадлежит государству. Это, в общем-то, экономике далеко на пользу не идет. Нужно тоже как-то выравнивать этот баланс. И что касается самой реформы, что скажете? Ну, во-первых, 55% это неожиданно, как снег на голову стало. Произошло с учетом приватизации приватбанка. Если бы приватбанк не был бы приватизирован, процент был значительно ниже. Это раза в два, а то и в три. Конечно, 55% это много, это вынужденная мера. Но мы все прекрасно знаем и понимаем, что приватбанк, я думаю, год-полтора максимум, может быть, даже и раньше, будет выставлен на продажу. И его купит, не знаю, кто купит. Посмотрим аукцион, как это будет проходить. Продажа явно, что не в руки, а будут открытые торги. И доля государственных средств в финансовой системе значительно уменьшится. Кроме того, я знаю, что государство не против продать и Укргазбанк, не против акционировать Ощадбанк Украины. То есть сегодня государство, слава богу, понимает, что такую ситуацию удерживать не надо, а наоборот, нужно привлекать частный капитал через акционирование, через приватизацию сегодняшних государственных банков. Раз мы уже с вами заговорили за банки, которые работают в Украине, некоторая доля этих банков принадлежит не украинским бизнесменам и не украинскому правительству, а некоторые берут свои корни из России. И вот сейчас мы видим в Одессе очень часто появляются акции протеста. Активисты обрисовывают, каким-то образом высказывают свое недовольствие этому факту, обрисовывают краской стены банка. Но это уже другая тема по поводу непосредственно российских банков в Украине. Что можете сказать? Это действительно так плохо, как это видят непосредственно активисты? Мне тоже режут и слух и глаз, когда мы видим банки захватчика, то есть главного, скажем так, агрессора сегодня в мире на территорию Украины, тем более, что мы знаем какие отношения между двумя странами. Но надо сказать сегодня, если уже быть положа руку на сердце достаточно честными, то сегодня это не те банки, которые были 2-3 года назад. Если 2-3 года назад эти банки искусственно завышали курс доллара, то есть работали на девальвацию гривны, подрывали экономику Украины, сегодня совсем другая ситуация. Конечно, когда-то ситуация была очень критическая, когда 40% всего банковского капитала, это был российский капитал. И это было очень опасно, это было очень, скажем так, рискованно. Сегодня доля российских банков значительно стало меньше. Более того, скажу, так получилось, это была очень большая неожиданность, когда по итогам 2016 года основным инвестором в экономику Украины была Российская Федерация. И из 4 миллиардов 100 миллионов денег, которые были вложены в прямых инвестициях, миллиард 700 пришли в Россию через российские банки. То есть по итогам года российские банки все работали в убыток, они работали в минус. И те вливания, которые произошли, они подошли, скажем, произошли для того, чтобы эти банки выжили и работали. Теперь давайте посмотрим на ситуацию, если мы эти банки сегодня закроем. Кто от них выиграет или проиграет? Но надо понимать, что эти банки зарегистрированы территорией Украины. Они работают чисто по украинским законам. Сегодня для них то, что происходит в Украине является, ну филиалы банков, да, является главным. И то, что в России для них это то законодательство никак не действует. Только могут указывать их, скажем, учредители и их основатели. Если сегодня банки будут закрыты, то больше всего пострадает гражданин Украины, тот вкладчик, который держит там банки. Пострадают те предприятия, которые держат там свои счета. То есть ситуация будет банальная. То есть предприятия свои деньги не получат по закону Украины, так оно положено. Население свои деньги, вклады до 200 тысяч, конечно, получит. Но получит не за счет российского банка, а за счет тех средств, которые там находятся, наши же средства, да, или за счет фонда гарантирования вкладчиков. А владелец пострадает? Владелец банка российского, он может бы пострадать, если он не заранее подготовит почву. А если почва будет заранее им подготовлена, сегодня все здания находятся в аренде. Собственности практически нет. Мы могли бы их экспроприировать, национализировать, да, и забрать фонд Украины. Но, как правило, это аренда. То есть забирать там нечего. Наличных денег, как бы таковых, не существует. Более того, сегодня банки работают по жестким контролям Национального банка. То есть сегодня нет той системы, которая была когда-то. Когда мы помним, когда российские банки выходили на валютный рынок и искусственно завышали курс доллара. Когда шли от торги, они принципиально покупали там на незначительную сумму доллары, тем самым завышая ставку на следующий торговый день. И тем самым вот это то, что было, происходило, конечно, с их подачи. Сегодня, да, честно скажу, мне неприятно. Мне бы не хотелось эти вывески видеть в городе на Украине. Но давайте будем думать экономически, а не как-то эмоционально. То есть не будем рушить то кресло, на котором сами сидим. Слушай, Эдуард, много к вам вопросов. Очень интересно слышать вашу точку зрения. Однако время уже на исходе. Благодарим вас, что приняли участие в сегодняшней беседе. Эдуард Каражей, экономист, был у нас в гостях. Небольшая информационная пауза. И возвращаемся в студию. Дождитесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА